Где же тут мой чертёж? А, вот он. А это чё такое? Не припомню, чтоб я это не купал. Какие тут интересные супер-колобки. Надо подремать хоть трёхи, а то я завтра не встану. Да, ёпар с этой только прикумарить, Лёх. Короче, сбрасываешь свою хрень прямо на пшаныцу, чтобы всякие вредители её не пожрали. Ой, хотя лаза протру, а то вообще не могу спать, хочу. Отлично, обрательная, ещё раз. Давай, сбрасывай. Ё-моё, он же мне кодировал, неужели напился? Ой, мама дорогая, господи, что там происходит в этом самолёте? Красота. Да, жалей, уже рыбы с неба падают. Ё-моё, парасота, дядя Копатый, что за херня тут творится? Да, объясни нам, пожалуйста. Да я сам ни хрена не понимаю, что творится с вашим батей. Всё-таки ваш батя нашёл мою заначку последнюю. Я понял, чё это за херня, где-то я? Мама дорогая, я ж высоты боюсь, а? Я Супермен! Чё это там за уси летают? Пин, просыпайся! А-а-а! Здорово! Брррр! А-а-а-а! Бррр! Правила полёта. Самое главное, изучить внутренности самолёта. Тьфу ты, билиберда какая-то, я б лучше написал. Чё это... Всё, зарядка есть, чё там дальше по списку? Бррр! По расписанию у тебя водные процедуры. Ты где-нибудь пруд видишь? Надо бы найти сначала речку, а потом уже мыться. О, я нашёл, надо бы их включить полностью. Ты чё, сдурел? Бррр! Ого, ни хрена себе, как полило. Всё, я помылся, пошли дальше по списку. Крош, мы забыли выключить. Кого? Да воду! Она ж там льётся. Да забей, лето на дворе, все должны окунаться и полоскаться. Боже, такое ощущение, что я в глухом лесу. А-а-а! Блин, где моя муза? Где моё вдохновение? Да что ж за день-то такой? О, вдохновение прёт! Села Дюша на крыльцо, поймала мух в кольцо. Блин, вот подстроить я лодка. Нахрена я на суше строила? Надо было ближе к берегу. О, куда? Я ленточку забыл перерезать. Ёжик, у нас что, потоп в лесу обзавёлся? Спасите! Помогите! А-а-а! Тётя Сова, держи меня! А-а-а! Я боюсь высоты! Батя, держитесь, я вас спасу! Всё-таки вдохновения никакого! Держитесь, а-а-а! Ой! Всё спокойно, без паники, я вас ловлю! А-а-а! Сынок, лови батю! Буф! Вот теперь, думаю, пора перелезать ленточка. Крош, молодец, что нас спас. Твоему бате есть чем гордиться. Ёжик, ну это ж я виноват, что не выключил воду. Но ты же всех спас. Ты герой. Вот скажи мне, как подкатить девочке, которая тебе нравится? Стоит мне к ней подойти, я сразу начинаю нести бред. Ах, молодёжь, надо всему учить. Есть у меня одно средство, волшебный одеколон. Я его никому не показываю. Какой одеколон? Вот этот, он так вкусно пахнет. Никого вроде. Лишь стоит им попшикаться, и ты будешь неотразим. Не пожалеешь, он ещё от моей прабабушки остался. Ой, как он вкусно пахнет. Ну, сейчас протестируем, насколько я неотразим буду перед ней. А-а-а, здоровье, я срать хочу! Уйдите! Ой-ой-ой, походу на него тоже подействовало. А-а-а! О, баран, здорово, а ты тут что делаешь? Ко мне в гости решил зайти? Ой, блин, баран, у меня тут чем-то как-то воняет. Как будто просрочка. Неужели моя наливка испортилась? Фу-у-у, кошмар! Ты давно душ принимал, а тебя разит, как от скунса. И нахрена тебе это средство? Дюше хотел понравиться. О, привет, баран. Фу-у, это кошмар какой-то, чем тут воняет? Дядя Копаточ, ты опять бухал ночами? Фу-у, кошмар. Да вы задолбали, чем не нравится вам мой запах? Не такой уж он и ужасный. Раз я никому не надо, буду жить в полном одиночестве. А-а-а! Дюша, я просто хотел тебе понравиться. Баран, да ты мне без всякого деколона нравишься. Ну если ты еще раз такую херню начнешь брызгать, я от тебя уйду. Ух, ну и жара сегодня. Вся задница успотела, а мне еще копать и копать. Копаточ, ты все работаешь и работаешь. Раз у тебя больная спина, ну например, позвал бы своих племянников, они бы тебе огород вскопали. Да ну, это молодежь только мешаться может. Эй, племянники, идите ко мне помогите, огород надо вскопать. Дядя Копаточ, нам не до твоего огорода, мы клад ищем. Дожили. Родному дяди помочь не могут. Ну короче, скажи, что у тебя якобы тут клад тоже закопан. Они будут искать, вот эти огород весь скопают. Дядя Копаточ, что ты вообще взял, что у тебя тут клад закопан? У вашего дяди Копаточа в роду был прадед, который выиграл олимпиаду. Не знаю, у меня связь пропала, ничего нету. Ты просто плохо ищешь, пик-пик-пик. Пик-пик-пик, а видишь, вот тут надо копать. Знаешь, говорю, что все получится, ой. Как бы мне они не переборщили с копанием, пускай они вширь копают. Что? О, глянь-ка, что-то нашли. Офигеть. Ты посмотри, что они мне наделали. Слышь, Копаточ, не ожидал, что на твоей свалке можно что-нибудь найти. Эй, я попросил бы не мешаться, тут вообще-то ведутся раскопки. Ребята, а где мой туалет, куда я буду срать ходить? Копаточ, какой туалет? Ты посмотри, что у тебя племянники нашли, ты себе 20 туалетов таких купишь. Будет у нас здесь музей. А я буду билетики продавать. Ой, сколько ж тут народу будет. Дядя Копаточ, раньше времени кони двинет. Да ухомонись ты. Так, ребятки, продолжайте копать. Да вы не так же сильно. Ой, что это за херня? Дядя Копаточ, а ты не переживай, прикинь, кто-нибудь через сто лет твой дом откопает. И будут знать, как ты жил. Ребята, я же забыл, у меня там самогонный аппарат. Вы представляете, что мои современные предки подумают обо мне? Что у них бывший родственник был алкашом. А здесь очень интересно. Продолжение следует...